На Псалом 8. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Другой. Как велико имя Твое! Стих 1-2. В предыдущем Псалме Пророк сказал, «Исповедуем Господу правду Его и пою имени Господу Всевышнего!» Псалом 7-18. Здесь он исполняет обещания, вознося ему песнопения. В том Псалме он говорил от одного лица, «Господи, Боже мой, на Тебя уповаю, спаси меня!» Стих 2. А здесь от лица многих, «Господи, Боже наш, как величественно имя Твое!» Но умолкните и слушайте внимательно. Если на зрелище, когда поют сатанинские хоры, бывает великая тишина, чтобы слышать те пагубные песни, между тем, как там хор состоит из шутов и плясунов, управляет ими какой-нибудь простой музыкант, поется сатанинская и пагубная песня, воспевается нечистый и злой бес, то здесь, где хор состоит из мужей святых, управляет им пророк, песнь поется не по внушению сатаны, а по благодати духа, и воспевается не бес, а Бог, не должно ли хранить глубокое молчание и слушать с трепетным благоговением? В нашем хоре участвуют и горние силы, потому что и горние хоры, херувимы и серафимы, исполняют то же дело – непрестанно воспевают Бога. Из этих хоров некоторые являлись и на земле, и пели вместе с бодрствовавшими пастырями. Луки 2.13. Выслушаем же и это песнопение. Воспевающие царей земных говорят им о власти, о трофеях, о победе, исчисляют побежденные ими народы, называют их победоносцами и покорителями варваров и так далее. Подобную песню спевает и блаженный Давид. Он говорит о победе, о трофее, о покорении врагов, не таких, как те, но гораздо опаснейших. И смотри, как начинает он. Господи Боже наш. Для других, не верующих в Бога, Он есть Господь в одном отношении, а для нас в двух. Потому что Он создал нас из ничего и потому что мы знаем Его. Видишь, как пророк в самом начале высказывает главное Его благодеяние. Если ты узнаешь, как Он сделался твоим Господом, как Он нас, отчуждившихся бывших врагами и омерзвевших, сделал своими и ожетворил, то ясно увидишь, что это есть главное Его благодеяние. Этому удивляясь, пророк и говорит, как величественно имя свое, то есть удивительно в высшей степени. А как именно удивительно, Он не сказал. Потому что не мог измерить этого, только выразил усиленно и возвышенно. Где те, которые исследуют существо Божие? Если пророк, высказав имя Его, так удивился, что пришел в изумление, то какое извинение могут иметь те, которые говорят, будто они знают существо Божие, тогда как пророк не мог знать даже того, как удивительно имя Его. Как величественно имя твое! Этим именем разрушена смерть, связаны бесы, отверстие неба, открыты двери рая, неспослан дух, рабы сделали свободными, враги сынами, чужие наследниками, люди ангелами. Что я говорю ангелами? Бог стал человеком, и человек Богом. Небо приняло естество земное, и земля приняла сидящего на хирургимах среди воинств ангельских. Отнято средостение, разрушена ограда, соединено разделенное, рассеян мрак, воссиял свет, поглощена смерть победою. Представляя все это и гораздо большее этого, пророк громогласно говорит, как величественно имя твое по всей земле! Где теперь сыны иудейские, бесстыдно твергающие истину? Охотно желал бы я спросить их, о ком говорится это? Скажут о содержителе, но имя его не было чудно по всей земле, как предъявит и Исаия, когда говорит, «Ради вас имя Божие хулиться у язычников» Исаия 52, 5. Если же служившие ему были виновниками хулы на него, то как же оно было чудно? Что оно чудно по существу своему, это несомненно. Между людьми же оно тогда у многих не было чудно и даже подвергалось презрению, но теперь не так. Когда пришел единородный Сын Божий, тогда имя его везде стало чудным вместе с Христом. «От востока солнца», — говорит пророк, «до запада имя мое прославится в народах». Малахи 1.11. И еще, «На всяком месте Симеам приносится имени моему, и жертва чистая, вы же скверните ее». Малахи 1.12. И другой, «Наполнится вся земля, ведение Господне». Исаия 11.9. «Видишь ли, что все это сказано о Сыне? Его имя сделалось чудным по всей земле. Слава Твоя растирается выше небес». Другой переводчик говорит, «Ты, который положил хвалу Твою превыше небес». Сказав о земле, он обращает речь и к небу, как обыкновенно и всегда делает, когда представляет всю вселенную, прославляющую своего владыку. То же самое выражая и здесь, он говорит, чудно внизу, чудно и вверху. Не люди только, но и ангелы воспевают совершенное им и воссылают благодарность за благодеяния, оказанные людям, как сделали они вначале, составив на земле свои хоры. Таким образом, он говорит или то, что и ангелы воспевают, или хочет изобразить величие Божие. Когда Писание хочет выразить что-нибудь великое, то указывает на расстояние между этими предметами. Например, когда говорит, как высоко небо от земли, Салом 102.11, и еще, как далеко восток от запада, так удалил он от нас беззаконие наши, Салом 102.12. Итак, здесь пророк изумляется совершившемуся, как оно велико, как важно, потому что существо, которое ниже всех, Бог поставил выше всех. «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу». Их третий, Салом 8. Другой переводчик говорит, «Из уст младенцев основал державу». Третий, составил силу. А смысл слов его следующий, «Ты показал силу свою особенно тем, что привел в деятельность способность недействующую и сделал лепечащий язык ясным для словословия». Здесь он предвозвещает то словословие детей, которое было в храме, Матфея 21.15. Но почему он, оставив другие чудеса, воскрешение мертвых, очищение прокаженных, изгнание бесов, упоминает об этом чуде с детьми? Потому что те чудеса бывали и прежде, хотя не так разительно, однако бывали, то есть бывали подобны им, хотя не по способу совершения. Так Елисеем был воскрешен мертвый и очищен прокаженный. Четвертое царство 4.35.5.14 Давидом был прогоняем бес, когда Саул бесновался. Первое царство 16.23 А хор грудных младенцев говорил тогда в первый раз, дабы иудей не стал бесстыдно утверждать, что это сказано о чудесах ветхозаветных, пророк избрал знамение, бывшее тогда в первый и единственный раз. С другой стороны, это событие было прообразом апостолов, и они, будучи совершенно младенцами, или желать не самих рыб, уловили всю вселенную. А что в этом особенно открывается сила Божия, смотришь, что в Ветхом Завете пророки говорят об отце его, беседуя с Моисеем, Бог говорит, кто делает немым и глухим, зрячим и слепым. Исход 4.11 И еще Господь дает мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Исаия 54 И вначале сказал, сойдем и смешаем языки их. Бытие 11.7 И так велико и сильно это знамение. Касательно других, люди бесстыдны могли, хотя и неосновательно, иметь какое-нибудь подозрение. А здесь не могли сказать ничего, потому что здесь простая природа говорила сама за себя. Поэтому он не сказал только младенцев, чтобы кто не разумел, под ними людей незлобивых и простых. Но прибавил и грудных указанием на пищу, определяя возраст их. Не сказал только младенцев, но прибавил грудных, еще никогда не принимавших твердой пищи. В самом деле, удивительно не только то, что они произносили слова, и слова ясные, но и то, что этими словами выразили бесчисленное благо. Чего еще не знали апостолы, то воспевали дети. Кроме того, пророк здесь внушает и нечто другое, именно то, что приступающие к божественному учению должны быть детьми в душе своей. Подлинно, кто не обратится к Царству Небесному, как дитя, говорит Господь, тот не может войти в него. Матфея 18.3 Врагов твоих ради. Показывайте причину, почему произошло это чудо. Прочие чудеса были не для врагов, но для того, чтобы приступавшие получали благодеяние, и другие научались. А это чудо произошло не для того только, но и с тем, чтобы заградить уста врагам, на которых другой переводчик точнее указывает словами, для связующих тебя, так как они в связах его вели на крест, чтобы разрушить врага и мстителя. Другой, чтобы остановить врага и отмщающего за себя. Пророк говорит здесь о народе иудейском, потому что иудеи гнали Христа как врага под тем предлогом, будто они делали это в отмщении за Отца. Поэтому Господь, не оставляя им такого оправдания, говорил, «Ненавидящий меня, ненавидит и Отца». Иоанна 15, 23. И еще «Верующий в меня, верует в пославшего меня». Иоанна 12, 44. «И всегда, чести и безчести, соединяя с собою Отца». И смотри, с какой точностью выражается пророк. Не сказал «наказать», но «разрушить», что другой яснее выражает словом, «остановить», то есть прекратить их бесстыдство, а не научить, потому что они были неизлечимо больны. Потому они, видя такое чудо, и не имея ничего сказать против Него, обращались ко Христу и говорили, «Не слышишь ли, что они говорят?» Матфея 21, 16. Тогда, как следовало поклоняться, удивляться Ему, они были в большом недоумении, и вместо того, чтобы говорить друг другу, каждый своему ближнему, не слышишь ли, что они говорят? Они, не обращаясь к самим себе, говорили это Христу. Но почему не был слышен глаз ангельский? Потому что они подумали бы, что так им только слышится, а против того чуда они не могли сказать ничего. Что же говорили дети? Они не говорили ничего странного, ничего противного, ничего такого, что могло бы оскорбить их, но весьма ясно выражали согласие с иносацом. «Благословен!» говорили они, «Грядущий во имя Господне!» Матфея 21, 9. 95. Итак, тогда Он обличил их без стыдства, а после разрушил и город их. «И нет места во Вселенной, где не знали бы несчастье иудеев, но как страждущие телесным уродством везде ходят, показывают свои раны, и как судьи, предав смерти многих убийц, одного из них выставляют на виселице, чтобы и по смерти их казнь над ними, как бы лишь только совершенная, возумляла живых. Так точно и иудеев, не мертвых, а живых Бог поставил, пример всем, рассеял их. Жившие прежде в одной стране, они теперь растеяны по всей земле. Если ты спросишь о причине, то не узнаешь никакой другой, кроме той, что они распяли Христа. В самом деле, скажи мне, почему этого никогда не бывало прежде, а если и было некогда, то они тогда отведены были к одному народу, и на немногие годы, а теперь не так, но они наказываются без конца. И если спросишь их, за что вы распяли Христа, они говорят, за то, что он был обманщик и волшебник. Но за это вам следовало бы удостоиться большей чести и получить в обладание обширнейшую страну, как угодившим Богу. Кто убил обманщика, волшебника и безбожника, тот убил врага Божия, а кто убил врага Божия, тот справедливо мог бы ожидать себе его благоволения. Финеев убил одну блудницу, так угодил Богу, что удостоился священства и такой чести, число 25.12, а вы, которые должны были бы удостоиться гораздо большего благоволения, если убили обманщика, скитаетесь везде, как изгнанники и бродяги. Нет, ни за что иное вы терпите это, как за то, что распяли ходатая благодетеля и учителя истины. Если бы он был обманщик и безбожник, если бы он, не будучи Богом, захотел быть Богом и честь принадлежащую Отцу присвоял себе, то вы должны были бы заслужить благоволение Божие гораздо больше Финееса, Самуила и всех других, как показавший такую ревность о законе. Между тем ныне вы терпите то, чего не терпели и тогда, когда идолопоклонствовали, предавались нечестью, заколали детей. Не видите конца своим бедствием, но скитаетесь, как изгнанники, беглецы, бродяги и рабы римских законов. Обходите суши и море, как переселенцы, не имеющие ни города, ни дома, отданные в рабство, лишенные свободы, отечества, священства и всех прежних преимуществ, рассеянные среди варваров и бесчисленных народов, ненавидимые всеми людьми, презренные и преданные всем на поругание. И, конечно, ни за то вы не получили наград, что убили врага Божия. Это безрассудно и нелепо. Напротив, то, что вы терпите ныне, свойственно убивающим не врагов Божьих, а умерщвляющим друзей его. Но, скажут они, мы не говорим этого, мы терпим все это за грехи. Итак, неверные, теперь вы признаетесь? Скажите же мне, за какие это грехи? Разве теперь только вы стали грешниками? Напротив, теперь вы стали более послушными, но пока не буду говорить об этом, а желал бы я спросить вас вот о чем. Почему вы прежде, постоянно согрешая, получали милости от Бога, а теперь уже не получаете, и при том, что особенно странно, тогда, как теперь вы грешите меньше? Тогда вы и вельфи гору приносили жертвы, и сельцу поклонялись, и сыновейства их заколали, и дочерейства их умерщвляли, и при том, видя такие знамения, а теперь не видите ни моря разделяющегося, ни камня разверзающегося, ни пророков к вам являющихся, ни обычного промышления о вас Божия, и однако оказываетесь более послушными. Почему же, когда у вас и меньше грехов, и больше благоразумия, вы терпите большее наказание и мучение? Не очевидно ли даже для людей самых неразумных, что нынешний грех ваш гораздо больше прежних? Пока вы грешили против рабов, умерщвляя и побивая камнями пророков, вы получали прощение, а когда подняли руки на владыку, то ваша рана стала неисцельною, и вот уже около четырехсот лет прошло с тех пор, как разрушена самая основа города, отнято священство, уничтожено царство, перемешаны колена, исчезло все славное и знаменитое у вас, так что не осталось и следа, чего прежде никогда не бывало. Но в древности, хотя храм и был разрушен, оставались и пророки, и дары духа, и чудеса. Теперь же, дабы вы ясно видели, что Бог постоянно отвращается от вас, все это отнято. Вас постигло рабство, пленение, лишение всех благ, а что всего тяжелее, вы оставлены Богом. С вами Бог поступил подобно тому, как если бы кто-нибудь, раба многократно наказанного и неисправившегося, лишил одежды, пустил скитаться нагим и одиноким бродягою, просить милостыни и быть изгоняемым отсюда. А прежде у вас было не так. У вас были пророки и в Египте, и в Вавилоне, и в пустыне, в Египте Моисей, в Вавилоне Даниил и Иезекииль, в Египте опять Иеремия, и чудеса за чудесами. Народ ваш был знаменитейшим так, что пленники, происходившие от вас, бывали выше царей. Теперь же ничего этого нет. Но остается наказание те к чайше прежних, не только по продолжительности времени, но и по великому отвержению. Почему же, скажете мне, когда вы больше грешили, тогда пользовались таким о вас попечением, а когда, как вы, говорите, показали ревность о законе, тогда подверглись те к чайшим бедствиям. Этим вы обвиняете Богом несправедливости, то есть будто он согрешающих подостаивал чести, а сделавших доброе дело подверг бесчестию. Если вы убили обманщика, как вы говорите, то вы сделали доброе дело. И если Бог справедлив, как и действительно он справедлив, то вас следовало бы наградить, а не наказывать. Если же он наказывает, то очевидно, что настоящие грехи ваши тяжелее прежних. Если теперь вы не предаетесь нечестию и не закалаете детей, как прежде, то какой же это другой грех, за который вы подверглись те к чайшим бедствиям? Не очевидно ли, что злодеяние распятия есть верх преступлений? Оно погубило вас больше идолопоклонства, изваяние тельца и детоубийства, потому что ни одно и то же закладь своего сына или распять своего владыку. Вот почему, когда ты закалал сыновей своих, то получал прощение, а когда закал сына Божия и твоего владыку, тогда наказываешься уже без всякой пощады. Сколько было лет от исхода из Египта до пришествия Христова? Думаю, 1500 слишком. Почему же в течение всех этих лет Бог терпел грехи ваши, а теперь отверг вас? Тогда как особенно следовало бы увенчать вас, хотя бы вы совершили много других грехов? Ваше дело весьма велико, если вы убили обманщика. Притом вы теперь, по-видимому, и субботы храните, и идолам не поклоняетесь, и другие постановления стараетесь соблюдать. Следовательно, когда и жизнь ваша лучше, и дело, совершенное вами так прекрасно, как вы говорите, тогда вы и терпите крайние бедствия. Что может быть хуже такого безумия? Что может быть безрассудня того, как вы, желая оправдать самих себя, произносите хулу на Бога? В самом деле, если грех против Христа не больше всех других, и даже, как вы говорите, есть справедливое и доброе дело, то почему Бог вас, сделавших добро, наказывает, а совершавших грехи, щадил? Этого не только Бог, но и никакой здравомыслящий человек никогда не решится сделать. Но что говорят они на это? Мы рассеяны для того, говорят они, чтобы сделаться учителями вселенной. Это нелепость и пустословие. Будущим учителям следует наперед самим быть добродетельными, и тогда выходить на это дело, каковы и были пророки и апостолы. А те, которые сами развратны, исполнены всяких пороков, как могут быть посланы учить других? Посмотрим, какова была их прежняя жизнь, и мы найдем, что они были хуже диких зверей. Они были и отцы-убийцами, и дет-убийцами, и долопоклонниками, и корыстолюбцами. Сказаниями об этом наполнены пророчества. Изображая их сладострастие, Иеремия говорит, это откормленные кони, каждый из них ржет на жену другого. Иеремия 5, 8. Что может быть хуже такой нечистоты? Они никак люди совокуплялись с женами друг друга, потому он и назвал такое неистовство их ржанием. И не в блуде только он обвиняет их, но и в прелюбодеянии, которое притом совершалось так бесстыдно, как у словесных, бессловесных животных. Другой пророк говорит, вошли к женщине, завесы делая сын и отец, к одной рабыне, Амоса 2, 7, 8. Не для того ли, скажи мне, Бог послал вас учителями, чтобы мы научились блуду и прелюбодеянию и тому, что отцу и сыну должны иметь одно ложе? А что говорит Иезекииль? И по постановлениям языческим, говорит он, не поступайте. Иезекиилья 5, 7. Не тех ли, скажи мне, которые были хуже язычников, он послал учителями? А кто может вынести их отвратительное убийство? Они заколали в жертву бесам сыновей и дочерей своих и сожигали их. Это показывает Давид. И приносили, говорит он, сынов своих и дочерей своих бесам. Салом 105, 37. Не для того ли Бог послал вас, чтобы род человеческий научился, что должно заколать сыновей и дочерей? И вы не стыдитесь, не смущаетесь, сочиняя такие нелепости. И другой пророк говорит, клятва и обман, убийство и воровство и прелюбодейство крайне распространились и кровопролитие следует за кровопролитием. Осия 4, 2. И третий Лоб блудницы был у тебя, ты была бесстыдна пред всеми Иеремия 3, 3. И четвертый Князья его как волки аравийские Сафония 3, 3. И еще Все развратились нет разумевающего, никто не ищет Бога, все уклонились до одного негодны. Салом 13, 2, 3. Не этому ли вы вышли учить? Бесстыдству, безумию, блуду, прелюбодеянию, убийством и всякого рода порокам. Но перестанете ли вы вынуждать нас объявлять ваши преступления? Вы принятые мною от чрева и наказуемы даже до старости. Исайя 46, 3. Вы слепцы, которые ввергаете друг друга в яму. Если слепой ведет слепого, говорит Господь, оба упадут в яму. Матфея 15, 14. Вы ежедневно пользуетесь пророками и никогда не делаетесь лучшими. И вы ли хотите быть учителями других? Когда же вы перестанете пустословить и сознаете своей порочности? Это всегда и губило вас. Нежелание осознать причину бедствия в грехах ваших. Вот почему подобно тому, как поступают судьи, приказывая следовать за приговоренными на казнь лошатаям, объявляющим причину наказания, воры ли они или грабители, так точно и Бог, желая везде возвестить о вас, повелел следовать за вами пророкам, которые объявляют причину вашего наказания. Они по всей вселенной находятся неразлучно и до ныне еще говорят вам. Если войдешь в синагоги, то услышишь их постоянно говорящих это самое. Давид, описывая разбойниче судилище Каяфы, говорит, что за это именно вы и погибли. Сказал, расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их, то есть он купляет, скажет им во гневе своем и яростью своею приведет их смятение салом 2-3-5. Также Исаия сказал, как овца веден он был на заклание и ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого и в другом месте беседы виноградники говорит, ждал он правосудия и вот беззаконие, ждал правды, но вот вопль Исаия 5-7. Какой вопль? Распни, распни, Луки 23-21 и присовокупляет, потому разорю стену его и будет попрание и облакам повелю не проливать на него дождя. 5-6. И так не за то вы рассеяны, как вы говорите, но за свои дерзкие преступления при кресте, как видно из пророков. А чтобы вы познали силу Христову и научились от вас самих тому, чему не научились от пророков, посмотрите, как самые дела свидетельствуют о том, чему закон не научил вас, то с избытком сделала сила Христова. Пока вы имели закон, вы и совершали убийство, и заколали детей, и прелюбодействовали, а когда вас сияло солнце правды, то и ваши плодеяния немного уменьшились, и вы стали вести жизнь более скромную, исправившись из соревнования в нам. Страница 100. Бог рассеял вас для того, чтобы вы узнали, какую возворил он жизнь на земле, разрушил храм для того, чтобы против вашей воли отклонить вас от пороков, и где разрушен храм, там и погребен Христос, дабы, удаляясь оттуда по причине гроба его, вы видели трофей силы его, и верность слова, которое сказал он, не останется здесь камня на камне, Матфея 24.2. Впрочем, трофей его и памятники, силы его везде. Если же он, как вы говорите, был нечестивец и безбожник, то хотя бы вы совершили бесчисленное множество грехов, вас не следовало наказывать, а если и следовало, то не в тогдашнее время, дабы кто не подумал, что вы получаете наказание за него, не слышали ли вы, как Бог говорил, когда вы были в плену, не ради вас я сделаю это, а ради святого имени моего, языки Милия 36 22 32 Весьма велики были тогда пороки ваши, но, говорит он, дабы иноплеменники не подумали, что я бессилен, я оставляю грехи ваши и спасаю вас. Если же тогда он спасал вас, делавших беззаконие, чтобы не хулилось имя его, то почему не сделал бы он этого теперь? Хотя бы вы совершили бесчисленное множество грехов, вам не следовало бы терпеть такие бедствия, если бы Христос был обманщик, дабы кто не подумал, что вы терпите за него, а следовало бы получить спасение. Если же и следовало терпеть, то, как я сказал, не в тогдашнее время. Между тем все это совершилось вместе. Как скоро явился крест, и через несколько времени после того, как вышли апостолы, в тот час началась жестокая война против того города, и сказаны Матфея 24-19 и все прочее исполнилось, и слова «тогда будет скорбь, какой никогда не было», стих 21-й оправдались на деле. Тогда жены ели детей своих, враги расторгали внутренности мертвых, огонь неприятельский везде производил опустошение, все наполнилось кровью и нового рода бедствиями, и вся вселенная услышала о несчастьях иудеев, «вникните же в это и признайте вашего владыку, разве вы не убивали пророков и однако не испытывали ничего подобного, разве вы не разрушали жертвенников и однако не случалось с вами такого бегствия, разве вы не поклонялись тельцу, не служили вам фегору, не восставали против природы и однако не подвергались таким неприятелям, разве вы не оказывались неблагодарными среди самых благодеяний, и однако были спасаемы, почему же теперь постигли вас беспредельные бедствия, не потому ли очевидно, что вы дерзнулись согрешить уже не против рабов, а против самого владыки, поэтому и нет вам избавления от постигших вас бедствий». так Иеремия дом ваш пуст и обстоятельства ваши с каждым днем становятся хуже и хуже. Все это соображает тщательно и, выводя отсюда дальнейшее заключение, дай наставление мудрому и он будет еще мудрее в притче 9.9 «Вы можете обличать бесстыдство и неблагодарность иудеев, ибо вижу небеса дела перс твоих». Стих 4. Другой переводчик говорит «Вижу небеса, луну и звезды, которые ты основал». Другой «Уготовал». Третий «Утвердил», сказал «Ты не проверг врагов». Пророк представляет и подтверждение столь блестящей победы. Ты, распятый, преданный смерти, явился создателем вселенной. Поэтому и говорит «Узрю небеса», выражая, что прежде немногие знали это, а в последствии времени узнают все. Но почему он не исчисляет всех частей вселенной? Потому что упомянул о главнейших предметах видимых, он не имел нужды говорить о всех других. Враги не спровергнуты так, что гонимый ими преданной смерти явился создателем всего видимого. А почему он не сказал «рук твоих, но перст твоих», дабы показать, что все водимое есть, видимо, есть легкое дело силы его, и указать то чудо создания, что звезды, будучи повешены, не падают. Хотя основали не свойственно висеть вверху, а свойственно лежать внизу, но создатель как превосходный художник и совершитель чудных дел создал многое в видимом мире не по обыкновенным законам природы. А почему он не говорит ничего о силах бестелесных и в этом не показывает его творчество? Потому что предметом пророка было научить слушателей касательно мира видимого. Поэтому и отец его часто беседуя с иудеями не говорит «Я сотворил ангелов и херувимов, но я простер небо, и рука моя сотворила, и десница моя утвердила». Исаия 48.13 Поэтому и Павел во вступлениях речей с них всегда начинает с видимых тварей. Бог говорит «Сотворивший небо и землю и море и все, что в них». История 17.24 И всегда упоминает о ежегодных дождях и роде человеческом. И действительно, если я скажу, что Бог сотворил херувимов, то мне нужно доказывать два предмета. Что херувимы существуют и что Бог сотворил их. А касательно вещей видимых, мне нужно только показать, что Он сотворил их. Следовательно, говорить об этом удобнее, потому что самая видимость служит свидетельством сказанного. Слушатель видит и величие, и красоту, и пользу, и постоянство, и благоустройство этих вещей, а мне нужно только показать, что Бог сотворил их. Почему же Он не упомянул о солнце, а только о луне и звездах? Сказав о них, Он подал мысль и о нем. Так как некоторые отделяют ночь от созданий Божьих, то Он обозначил ее луною, показывает, что Бог есть и ее создатель. Притом немало разнообразия и в звездах, и в явлениях лунного течения. Что есть человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Их 5, салом 8. Другой переводчик говорит, что каждый человек, что ты помнишь его. Сказав о сотворенной природе и посредством части означав целое, пророк обращает теперь речь к промышлению о людях. Хотя и упомянутые создания существуют для нашего рода и суть доказательства промышления, которым он пользуется, потому что все твари для человека, но пророк касается и другого вида промышления, начиная говорить о нем не вдруг, но с великой предусмотрительностью, воздав благодарность за вселенную и сказав о всеобщих благодеяниях, а потом уже и представляя величие попечения относящегося к человеку. Если и прежде человек был ничто, то тем более он таков после столь многих и великих грехов, когда пришел Христос. Таким образом, он показывает, что пришествие Христова было делом не только пощады, но и великого человеколюбия. Подлинно Бог, как превосходный врач, оставив здоровых, пришел к нам, больным, ничтожным. Представляя это, он и говорит, что есть человек, иначе сказать, он ничто, существо, ничего не значащее, видя такое промышление, такое попечение и распоряжение, такие распоряжения, какие сделал Бог для спасения человеческого рода. Он крайне удивляется, изумляется, почему он удостоил человека такого промышления. Представь, что для него все видимое, для него все распоряжения Тадама до пришествия Христова, для него рай, заповеди, казни, чудеса, наказания и благодеяния. Во времена закона для него Сын Божий сделался человеком. А что сказать о благах будущих, которым он будет наслаждаться, представляя все это, пророк и говорит, что такое человек, что он удостоен таких благ. Действительно, кто представит себе, сколько для человека сделано и делается, и сколько получит он впоследствии времени, тот исполнится великого изумления и ясно увидит, как печется Бог об этом творении. Немного ты умолил его пред ангелами. Стих 6, псалма 8. Другой переводчик говорит, малым тим от Бога. В еврейском ты унизил его немного пред Богом. Здесь пророк упоминает об осуждении и древнем грехе, указывая на смерть. Но единородный пришедший разрушил и ее. Славою и честью увенчал его. Другой славою и достоинством увенчаешь. Это можно понимать и исторически и в переносном смысле. Пророк говорит и о власти человека, которая дана была ему при сотворении. Говорит и о последующих благах, которые получил он по пришествии Христовым. В начале человеку было сказано «Дострашаться и дотрепещут вас все звери земные». Бытие 9.2 И еще «Дообладают рыбами морскими». Бытие 1.26 А впоследствии сказано «Наступать на змей и скорпионов». Луки 10.19 Но оставив выше, он ведет речь о низшем, предоставляя о первом рассуждать тем, которые могут видеть яснее. А большая слава и честь в том, что есть в Новом Завете, когда человек имеет главою своей Христа, когда он делается телом его, когда он становится братом и сонаследником и образом тела его, когда он получает славу большую, нежели Моисей, как сказал апостол Павел, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся. Потому и замечает, что прославленное даже не оказывается славным сей стороны по причине преимущественной славы последующего. 2 Коринфянам 3, 10, 18. Об этой славе пророк говорит в переносном смысле. И подлинно что может сравниться с такою славою, когда мы составляем хоры вместе с ангелами, когда получаем усыновление Богом, когда Он не щадит за нас единородного Сына, какой парфиры, какой диадемы не блистательнее то, когда мы посмеваемся с смертью, когда мы достигаем бесстрастия сил бесплотных, тогда как прежде были бесчестными, бесславными и презренными. Адам, не сделавший ничего худого и недоброго, был удостоен чести подчасть по сотворению, потому что как он мог сделать что-нибудь не существуя, а мы, сделавши бесчисленное множество грехов, получили гораздо большую честь. Не потому, говорит Господь, я не называю вас рабами, вы друзья мои, Иоанна 15, 14, 15, нас уже не стоятся ангелы, но даже служат нашему спасению. Так ангел приходил к Филиппу и ко многим другим и благовествовали людям. Теперь мы наследники неземных благ, но имеем общение в благах небесных, соучастники Христа и призваны в общение единородного Сына. 1 Коринфянам 1.9 Все это пророк выражает славою и честью. Потому другой переводчик и говорит славою и честью увенчаешь его, предвозвещая будущее, и поставил его над делами рук твоих. Стих 7, столом 8. Другой сделал его властителем дел рук твоих. все покорил под ноги его овец и волов всех скотов и скотов полевых. Стих 8. Другой зверей диких, птиц небесных, рыб морских, входящих по стезям морским. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле. стих 9, столом 8. Как беседуя о сотворении, он не только касается горних сил, но не сводит речь и к вещам чувственным, так и говоря о чести дарованной людям, и коснувшись сокровенных и бестелесных благ, которые исчислены, он теперь особенно останавливается на предметах чувственных, которые представлялись яснее для людей более грубых, на чем же именно на земной власти данной человеку. И то чудно, и особенно отмечено им, что человека удостойного чести до преступления Бог не лишил этой чести и после греха, умолил его, говорит, малым чим пред ангелами, то есть согрешившего ты осудил на смерть, и однако после осуждения на смерть не лишил этого дара. Вот почему сказав по первым, он потом уже говорит о последнем, чтобы показать незреченное человеколюбие Божие, по которому он и умоленного человека за собственное его преступление оставил увенчанным честью и славою и не лишил его власти. 105. А если несколько и лишил, то и это было делом его попечения. До преступления человек имел власть и над дикими зверями, но после преступления эта власть несколько уменьшена, потому что хотя он властвует над ними и теперь некоторыми искусственными средствами, но со страхом и трепетом, Бог и не всю отнял у него власть, и не все оставил ему, но тех животных, которые годны ему для пищи и работы, оставил во власти его, а более диких уже нет, дабы человек в борьбе с ними вспоминал о древнем грехе правца Адама. Таким у себя ручным и подчиненным львам. Какая польза иметь в своей власти леопарда? Никакой, но это повело бы только тщеславию и гордости, поэтому Бог и оставил их вне нашей власти, а полезных животных сделал подвластными нам вола, возделающие землю, овцу, доставляющие одеяние для ноготы телесной, вьючный скот, служащий к перевозке движимости, птиц и рыб, годных к нему, чтобы стол наш был обильнее. Как иногда кто-нибудь лишая сына наследства, лишает его не всего имущества, но некоторой части, чтобы вразумить его, так точно поступил и Бог, или лучше не так, а иначе. Когда человек лишает сына наследства, то лишает большей части, а меньше оставляет ему, а Бог оставил большую, лишил некоторой малой части, и при том для пользы человека, чтобы он нелегко получал все прочее. Но и это есть дело попечения Божия, чтобы изощрить ум человека, низложить высокомерие и предотвратить неуместную праздность, так как он, получая все легко, предался в беспечности. Бог соединил удовлетворение жизненных потребностей с некоторой трудностью и сделал, что он приобретает и не все с трудом, и не все без труда. То, что составляет необходимость, он дозволил человеку иметь без особенного труда и усилий, а что относится к удовольствию, то соединил с трудом и усилиями, желая пресечь и в этом излишнюю беспечность. А если кто спросит, какая польза от диких зверей, то мы скажем, во-первых, они производят в душе человека смирение, делают его деятельным, а когда он слишком надмивается, напоминают ему о слабости его природы, если для него страшно бессловесные животные, притом от них получается много лекарств для страждущих телесными болезнями, кто спрашивает, для чего существуют дикие звери, тот пусть спросит также, для чего в нас мокроты и желчи, ведь они, умножившие чрезмеру, действуют хуже дикого зверя и причиняют вред всему телу, также есть в нас гнев и похоть, которые свирепые их. Что я говорю про раздражительность и гнев, когда даже глаз наш хуже дикого зверя подвергает нас страданиям, уязвляя жалкую любовью. Поэтому не будем спрашивать, для чего существует все это, но будем за все воздавать благодарность владыке. Что розги для детяти, что зверь для взрослых людей. Если и при стольких опасностях многие доходят до такой надменности, то представь, до какой степени распространилось бы зло, если бы отнять и эту узду. Вот почему и тело наше так устроено болезненным, страстным, подверженным тысяче бедствий, и земля с трудом отдает принадлежащей ей, и вся жизнь наша сопряжена с усилиями. Так как настоящая жизнь есть училище, а покой и праздность губят многих из людей, то Бог сделал неразлучными с нею труды и усилия, чтобы ими, как какими уздами удерживать высокомерие души. Впрочем, посмотри, как тварей и плавающих в водной глубине и летающих в воздушной высоте Владыка подчинил тебе посредством искусства. Но почему пророк не исчислил всех вещей видимых, растений, семян и дерев? Он в части выразил все и предоставил любознательным самим исчислять это. Потом он оканчивает речь тем же самым, чем и начал. Господи Боже наш! Употребляя те же выражения и прежде изложения, и после изложения. Будем же и мы постоянно повторять их, удивляясь попечению нас Божию, изумляясь его премудрости, человеколюбию, промышлению о нас. Это сказано нами в объяснении Псалмах. Если же хотите, то мы продолжим речь состязательную и спросим иудеев, где владельцы подали голос? Где этот голос не спроверг врага? Когда имя Божие было чудным? Они не могут указать другого времени, кроме того, который светлее солнца является силой истины. Потому пророк и говорит, когда я взираю на небеса, дело рук твоих. Хотя еще Моисей сказал, вначале сотворил Бог небо и землю. Бытие 1.1. Впрочем, против иудеев достаточно этого и сказанного выше. Но так как некоторые из непринадлежащих к обрезанным, подражая и соревнуя им, именно последователи Павла Самостатского говорят, что Христос существует с того времени, как произошел от Марии, то мы спросим и их, если Христос существует он создал небеса, пророк говорит здесь, что один и тот же и устроил хвалу из уст младенцев и грудных детей и сотворил небеса. Если же он есть создатель вселенной, то он был прежде небес и не от Марии получил начало, но был прежде Марии. И посмотри на мудрость пророка, он не только предоставляет его создателям, но и создавшим все с великой легкостью, когда взираю, говорит, на небеса дела перст твоих, не потому, чтобы Бог имел персты, но чтобы показать легкость создания всего видимого и близкими к нам названиями научить нас тому, что выше нас. Подобным образом, когда пророк говорит, измеряющий небо пядью и землю горстью Исайя, то означает не горь, не спять, но желает представить беспредельность силы Божьей. Как же некоторые дерзают говорить, что Сын есть служитель Бога Творца. Тот, кто не всю свою силу привел в деятельность, когда надлежало сопорить небеса, что я говорю, всю, даже не меньшую часть ее, но малейшую, как может быть служителем? Как он может быть служителем, если как отец творит? И Сын творит так же, Иоанна 5, 19. Как можно сказать так же, если один служитель, а другой создатель? И как пророк называет эти дела его делами, говоря в одном месте, вначале ты, Господи, основал землю, и небеса дел рук твоих, Солом 101, 26. А здесь когда взираю на небеса дело перс своих. Дела принадлежат не служителям, а совершителям. И если кто есть только служитель, то дело приписывается не ему, а совершающему это дело. Следовательно, и прежде сказано Моисеем, сказано о сыне, вначале сотворил Бог небо и землю, и недообладают рыбами морскими. Бытие 1, 1, 1, 26. Совершивший хвалу из уст младенцев и грудных детей, он же и посетил человека. То, что Моисей говорит об отце, Павел относит к сыну, выражая совершенное между ними равенство совершенное. Если же святые безразлично приписывают сказанное об отце сыну, а сказанное о сыне отцу, все через него начало быть, Иоанна 1, 3, то где же дается ему имя служителя? Нигде не видно этого. Вот скажите о нем сказано через него, но не то же ли самое говорится и об отце? И послушай, каким образом верен Бог, которым вы призваны в общение сына его, 1 Коринфянам 1, 9, еще Павел апостол Иисуса Христа волею Божией 2 Тимофей 1, 1, и еще Ибо все из него им и к нему Римлянам 11, 36 Для чего же вы называете его служителем? Для того, говорят, чтобы почтить отца. Но сын говорит, все чтут сына, как чтут отца. А кто не чтит сына? Тот очевидно не чтит и отца. Иоанна 5, 23. Что же, говорят, не называть ли сына отцом? Нет, он не сказал. Дабы вы называли меня отцом? Он не сказал. А что? Дабы меня, остающегося сыном, вы почитали как отца? Если же ты будешь называть сына отцом, то смешаешь все. Честь у них общая, а личные свойства особенные. Для того он сказал сына и отца, чтобы вы не сливали их личностей. А как он требовал бы себе равной чести, если бы не имел одного и того же существа с отцом? Но скажешь, почему же потому, что он желает научить нас смирению, и потому, что был обличен плотью, и по причине бесчувственности иудеев, и потому, что надлежало приводить род человеческий к знанию мало по малу, и по причине несовершенства слушателей. Кроме того, часто он говорит применительно к понятиям слушателей. Самые высокие выражения означают одно только достоинство существа Божия, или лучше, что ты не это несравненно ниже существа его, и говорится применительно к нашим понятиям. Что, например, ты хочешь сказать о нем, что Бог велик, но этого мало сказать о Боге, велико как бы оно ни было велико ограничено, а Бог беспределен, даже и этого мало сказать о Боге, зная, что он не имеет предела, я не знаю, что такое он, и где он, назовешь ли его мудрым, или благим, и притом беспредельно, ты не скажешь ничего достойного существа его, но к выражению должен присоединять и мысль Бога приличную. Если же такие высокие названия не выражают вполне существа Божия, то какого прощения заслуживают те, которые стараются уменьшить и эти названия, и так будем убегать их собраний, и познав предвечное бытие инородного, творческую силу и самобытную власть его, нераздельность его с отцом, нисхождение его домостроительства и разнообразное попечение промысл его о нас, а всему этому еще большему научает внимательное сокровище, заключающееся в этом псалме, будем во всей точности соблюдать догматы и являть жизнь достойную их, чтобы нам получить и будущее благо, которых досподобимся все, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которым Отцу со Святым Духом честь и слава во веки веков. Аминь.